Салон нечеловеческого счастья, выставка московского художника и чемпионат по робототехнике. Мы нашли для вас самые интересные события, чтобы вы нескучно провели пятницу и выходные. О них мы расскажем в нашей традиционной рубрике «Афиша». Если вы подумали, что это просто сборище компьютеров, то вы не правы. Ведь это часть выставки «Салон нечеловеческого счастья». Именно в этой комнате можно получить порцию дофамина. Но здесь собрались еще и другие локации. Комната, посвященная человеческому телу, место для аффирмаций, поддерживающей собаки, как их назвал сам художник, и еще множество интересных экспонатов. Салон нечеловеческого счастья – это то, как молодые художники видят будущее. Экспозицию создавали с помощью компьютерных технологий, искусственного интеллекта и таланта 19 молодых авторов. Во все это заложен смысл, что союз человека и машины – наше счастливое будущее. Постгуманизм рассказывает о том, что человек стремится освободиться от страданий и прийти к счастью. И, по сути, поэтому мы организовали такой якобы салон красоты, в котором ты можешь получить какие-то услуги от всех технологий этого мира и прийти избавиться от болезни, от старости и получить счастье. Посмотреть на современное искусство и то, какой может стать дальнейшая жизнь человечества, можно уже сегодня, еще ближайшие три дня до воскресенья. Вход на выставку бесплатный. Переплетение современного искусства, истоков живописи, наскальных рисунков, люди и мифические образы – все это собрано на картинах Владимира Башлукова. Сейчас его творчество можно увидеть на выставке «Пространство человеческого». Эти картины заставят задуматься каждого. Свои картины московский художник подарил музею, и теперь полюбоваться ими могут все желающие красноярцы. Творчество Башлукова – это отражение и неба, и земли. Есть цикл работ «Дети войны», который показывает страх, память прошлого и боль. Но одновременно с этим есть и другие картины, возвышенные, требующие задуматься о философских смыслах или даже вере. Встречаются персонажи, такие как ангелы, пророки, какая-то древняя катакомбная живопись про небо, про Бога, про помощников Бога, про человека, Бога-человека. Здесь тоже уместны вот эти ассоциации. Открытие выставки состоится сегодня в 19.00, но посетить ее можно будет и завтра, и в выходные. А в субботу красноярцам выпадет возможность лично пообщаться с автором картин. В 14.00 Владимир Башлыков проведет творческую встречу в музейном центре «Площадь мира». Посещение доступно по общему билету в музей. Сейчас в МБДЦ «Сибирь» только идут подготовки, но уже завтра это место наполнится огромным количеством участников и технологиями. Три дня Красноярск будет встречать гостей со всей страны на национальный чемпионат по робототехнике. Представление проекта, соревнования и даже игра в роботизированный керлинг и боулинг. Все это ждет вас на этих выходных. Это уже юбилейный пятый чемпионат. На этот раз будет в два раза больше участников и направлений. Приезжают люди из 42 регионов России, а также Казахстана и Киргизии. Возраст любителей роботов от 4 до 22 лет. Появятся на чемпионате и новинки. Впервые в России мы попробовали объединить популярный на сегодняшний день фиджитал формат. И пытаемся здесь скоординировать и спорт, и интеллектуальную часть. С точки зрения, дети будут играть в имитированный боулинг и керлинг. И в то же время будут на специально разработанных соревновательных полигонах запускать своих роботов для выполнения таких же практических задач. Соревнования по робототехнике будут проходить три дня, но вот прийти туда в качестве зрителя не получится. Но для заинтересовавшихся на сайте национальный чемпионат по робототехнике Красноярск 5.0 будет проходить онлайн-трансляция. Но для тех, у кого выходные уже распланированы, культурно провести время можно будет на следующей неделе. В театре кукол покажут легенду о великом инквизиторе. Это размышления о вечных философских вопросах. Что с нами происходит, кто мы такие, почему мы снова и снова совершаем одни и те же ошибки. Нужно говорить все-таки, напоминать о том, что есть свобода выбора. То есть она должна быть у каждого человека, свобода выбора об этом. И говорится в этом произведении Достоевского утверждается вот эта мысль, что это вообще необходимейшие условия для того, чтобы оставаться человеком. Спектакль пройдет во вторник, 9 апреля в 16.30 или 19.00. Ксения Гречихина, Дмитрий Комаров, 7 канал.